Лучший государственный гражданский служащий. Дружный в работе государственного аппарата Татарстан сегодня один из ведущих регионов в нашей стране и занимает серьезные лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям. Нам грозит катастрофа. Осенняя хандра – не повод унывать. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. В целях организации общественного контроля в сфере здравоохранения, решения проблем с дозвоном в медицинской организации и повышения доступности и эффективности предоставляемых услуг с 4 сентября 2023 года начал работу Единый колл-центр здравоохранения Республики Татарстан. По номеру горячей линии пациенты смогут получить ответы на вопросы по оказанию и организации медицинской помощи. В частности, будут даваться ответы на вопросы о прикреплении к поликлинике, по обеспечению льготными лекарствами, о принципах оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также о качестве оказания медуслуг. Колл-центр будет работать круглосуточно, без выходных. Звонок на горячую линию бесплатный. 6 сентября на базе Высшей школы государственного и муниципального управления стартовал ежегодный республиканский конкурс «Лучший государственный служащий Республики Татарстан». Впереди у участников испытания на проверку знаний в области права и законодательства. Об открытии конкурса расскажет Николай Осуховский. Девиз «Знать больше, управлять лучше» подходит для ежегодного республиканского конкурса «Лучший государственный служащий Республики Татарстан». В нем принимают участие поистине лучшие сотрудники государственных органов. В 2023 году республиканский конкурс проводится уже в восьмой раз. Всего подано 74 заявления из 33 министерств и ведомств Республики Татарстан. Победителей наградит раис республики Рустам Миниханов. В данной дружной работе государственного аппарата Татарстан сегодня один из ведущих регионов в нашей стране и занимает серьезные религирующие позиции по многим социально-экономическим показателям. Является лидером по инвестиционному климату, ну и, конечно, по качеству жизни населения в нашей стране. С точки зрения ваших руководителей вы профессионалы, вы умеете. Вы лучшие в ваших государственных органах. Теперь вас выберут на республиканские уровни, и, конечно, вы на помощных площадках должны будете доказать свою успешность, свою инициативность, свою ответственность. Конкурс проходит в несколько этапов. Сначала проводятся отборочные мероприятия в министерствах и ведомствах. По итогам внутреннего этапа победители выдвигаются на участие далее, на республиканский уровень. 6 сентября, в день старта конкурса, участники прошли два этапа испытаний. Проверку владения языками и профессиональными качествами, а также защиту проектов перед комиссией, которую возглавил руководитель администрации Раиса Республики Татарстан Асгас Сафаров. Если поговорим о процессах кадровых, связанных с оттоком молодежи, или с, скажем так, непозитивным трендом с точки зрения заинтересованности нового поколения молодежи приходить на госслужбы, это на самом деле вопрос конкурса, он связан не только с вопросами денежного добычства, он связан не только с вопросами быстрого карьерного русского возможностей для этого, он связан с отношением. Государственные гражданские служащие Республики Татарстан проводятся по шести номинациям. Умения и навыки лауреатов конкурса пользуются спросом у министерств и ведомств. Отличившиеся кандидаты часто получают новое назначение как в своих учреждениях, так и в высших органах исполнительной власти Республики. Николай Суховский, Фарид Захитагвы, Универньюз. По данным НАСА к Земле приближается пять астероидов огромных размеров. Первое астрономическое тело, которое можно будет наблюдать уже сегодня, имеет размер дома, остальные – самолеты или автобусы. Какова природа астероидов и чем они опасны для Земли, расскажем в следующем сюжете. Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщают, что до 12 сентября мимо Земли пролетит пять астероидов. Один из них, размером с дом, пролетит 6 сентября. По словам экспертов, расстояние будет насчитывать пять с небольшим миллионов километров от планеты. Два других небесных тела, один будет размером с самолет, а другой с автобус, приблизятся к планете 8 числа на расстоянии 4 миллионов 80 тысяч километров и 5 миллионов 700 тысяч километров от Земли соответственно. Последние астероиды окажутся у орбиты планеты 10 и 12 числа. Они пройдут в полутора миллионах и немногим более 2,5 миллионов километров. На самом деле природа комет и астероидов, она близка. И вот как раз считается, что астероиды, большинство по крайней мере, произошли из потухших комет. Из-за действия солнечного градиента, когда вот малое небесное тело подлетает к Солнцу, происходит испарение льда на комете, и она в конце концов превращается в астероид, то есть глистокамнистую такую структуру. Астероид звучит опасно, но его природа не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Это небесное тело – сравнительно малый инактивный скалистый объект, вращающийся вокруг Солнца. Поверхность многих из них неровная и вся в кратерах из-за столкновения с другими космическими телами. Астероиды движутся по эллиптическим орбитам быстро, чтобы не выйти из них. В случае, если скорость снизится, на них подействует гравитация ближайшей планеты, и они войдут в ее атмосферу. Те же астероиды, которые сейчас летят, скажем так, это не означает, что они обязательно пересекают орбиту Земли, а просто как бы рядом с орбитой Земли пролетают. В ближайшее время, с 6, по-моему, по 20 или по 12 сентября, они нам никакой опасности не представляют, и, в общем-то, размеры у них не такие большие. Ученые отмечают, что данные небесные тела не представляют никакой угрозы для Земли. Однако, опасными они становятся, если расстояние между планетой и астероидом составляет менее 7 миллионов 400 тысяч километров. В дополнение к этому, величина небесного тела должна составлять более 149 метров. В случае ближайших пяти астрономических тел, эти числовые показатели меньше. Это говорит о том, что попадание в атмосферу Земли астероида в ближайшем будущем нам не угрожает. Дарина Кудренова, Универ Ньюс. Множество людей по всей России, а особенно студенты, считают, что путешествовать – это дорого и сложно. Программа студенческого туризма Российской Федерации на протяжении нескольких лет развеивает эти мифы, давая студентам возможность посмотреть красоты страны. Куда отправятся студенты Казанского федерального университета – расскажем в сюжете. Казанский федеральный университет представляет для студентов много возможностей для самореализации, качественного обучения, развлечений и отдыха. Одной из самых популярных стала программа молодежного студенческого туризма, реализация которой пришлась на 2021 год. Уже на протяжении нескольких лет КФУ предоставляет студентам возможность путешествовать на достойных условиях. В 2023 году программа точно так же продолжает расширяться и предлагает определенные возможности для студентов. Студентам Казанского федерального открываются прекрасные возможности посетить все уголки нашей Великой и Необъятной, путешествовать по различным регионам России, открывать для себя какие-то новые уникальные места. Программу предлагает не только культурно-рекреационный туризм, но и научно-популярный и профориентационный. В рамках этих двух треков студенты могут посетить ВУЗы России, которые предлагают прохождение определенных стажировок на предприятиях или лабораториях, внутри университета и других внешних организациях. Все, что нужно студенту, это зайти на сайт stup-tuризм.рф, выбрать регион, куда он хочет отправиться, например, Алтай. Далее он смотрит, какой ВУЗ предлагает какие варианты размещения. ВУЗы, как правило, располагают студентов в своих общежитиях или на своих базах, например, природных, загородных базах. Огромный плюс для студентов в том, что это все предоставляется за очень низкую стоимость. Миллионы людей по всей России любят путешествовать. Кто-то с членами семьи в комфортных условиях, кто-то со знакомыми и друзьями по окрестностям, а кто-то готовит спортивную группу, приготовляя снаряжение, обсуждая маршрут, проводя тренировки, изучая различные материалы. Альтер-эго – туристический клуб Казанского федерального университета, главная цель которого – научить отдыхать активно. Самые простые походы. Человек пришел в турклуб, его сразу же зовут так называемый ПВД – поход выходного дня. То есть, как бы это два-три дня, не больше. Если человек понимает, что ему хочется еще больше, то его зовут уже в походы первой категории сложности, самые легкие, но уже категорийные. Это шесть дней минимум и протяженность около ста километров. И далее уже по возрастающей. То есть, чем сложнее поход, тем выше продолжительность. То есть, самые такие долгие походы, которые мы ходим, они длятся до трех недель. За подробной информацией о программе молодежного студенческого туризма обращаться на официальный сайт stutturism.rf. Ну а тем, кто всегда мечтал про солнцов в палатке, на официальную группу ВКонтакте Турклуб КФУ. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Александр Кузнецов, Универньюс. Осень наступает планомерно, а это значит, что нужно начинать бороться с сонливостью и стрессом. Световой день сокращается, тело испытывает дисбаланс в циркадных ритмах. Как войти в грядущий сезон плавно и с комфортом? Начало нового сезона, а в особенности осеннего, всегда стресс для организма человека. Недостаток светового дня и витаминов, а значит, нужно выстраивать образ жизни таким образом, чтобы чувствовать себя в рабочем и учебном процессе максимально комфортно. Усталость, лень, разбитость и постоянное желание спать – частые спутники пасмурной погоды. Однако эта осень не первая, и с побочными эффектами можно справиться. Однозначный сон должен быть не менее 6 часов в течение ночи. И не позже 10 часов вечера человек должен отходить ко сну, потому что с 10 часов начинает вырабатываться гормон алтоним, про который все уже знают, который позволяет наладить этот циркадный ритм и наладить нашу работу организма. Не забываем соблюдать режим и время питания, то есть завтракать обязательно перед рабочим днём, и обед и ужин также они должны приходиться на одно и то же время. То есть если человек привык обедать в час, то не нужно менять в течение этого периода время своего обеда. И очень хорошо, если за час-два до сна организовать прогулку на свежем воздухе. За сонливость в осенний период отвечают циркадные ритмы в организме человека. Именно они дают нам понять, когда нужно ложиться спать, а когда просыпаться. В простонародье их называют биологическими часами. Из-за сокращения светового дня в этих часах происходит сбой, и человеку становится сложнее высыпаться. Усталость как будто удваивается. Сбитый режим сна приводит к стрессу и уменьшению работоспособности. Особенно актуально это для тех, кто летом много отдыхал, а в строю нужно быть уже сейчас. На качество сна влияет множество факторов. Образ жизни современного молодого человека зачастую предполагает не всегда стабильную работу циркадных ритмов. Шутовой день сокращается, и поэтому человек получает меньше освещения. Что нам нужно изменить, чтобы войти в ведущий сезон, как будто мы уже в нём и находимся. Мы начинаем с образа жизни. В первую очередь с питания. То есть мы должны заменить кофе зелёным чаем, пить воду с лимоном, есть побольше цитрусовых, есть богатые витамином Д и железом продукты, черную рыбу, не обязательно морскую, можно и речную, яйца, молоко, йогурт, птицу, орехи. Те органы нашего организма помогают нам хорошо себя чувствовать и качественно жить. Поэтому исключать алкоголь полностью. Недостаток витамина Д и других важных витаминов и микроэлементов также сигнализирует о начале холодов и сырости. Всё это способствует ослаблению иммунитета в организме. Тот становится более уязвим к простудным заболеваниям. Ведь именно осенний период именуется сезоном увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам экспертов, лучшая защита – это ранняя профилактика. Ведь даже самый незначительный сбой в человеческом организме может негативно отразиться в будущем. Однозначно, правила личной гигиены должны быть соблюдены. Кроме того, осенью начинается период сезонных ОРВИ, бирусных инфекций. Поэтому не забываем чаще мутинки с мылом, даже если показалось, что мы нигде не испачкались. Огромное количество микробов находятся на предметах общего пользования. Ручки, поручки, денежные купюры, движки в магазине. То есть мы понимаем, что это нужно смывать. Однозначно вопрос вакцинации. Как раз сейчас нужно вакцинироваться, чтобы через месяц, когда сформируется хороший и правильный иммунитет, ваш организм был готов к подъему осенней заболеваемости гриппом и ОРВИ. Стоит не забывать, как важны методы профилактики и налаженный образ жизни для здорового перехода в осенний период. И знать, что до сих пор самым эффективным методом профилактики от простудных заболеваний является вакцинация. Привиться и защитить себя от болезни можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А, в будни с 8 утра до 8 вечера, выходные с 9 утра до 3 часов дня. Подробнее вы можете уточнить по телефону 233-3200. Валерия Карташова, Универньюс. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok